Не только молитвами, но и делом помогают военнослужащим в Сургутском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Прихожане льют окопные свечи, собирают гуманитарную помощь, а теперь еще и плетут маскировочные сети. Подробнее в материале Светланы Круковской. Здесь все дело в цветах. Вот сейчас наступает осень. Сейчас редко используют зеленый, чаще коричневый и серый. Цвет маскировочных сетей должен соответствовать времени года. Работа кропотливая, умение завязывать галстуки очень пригодилось в этом деле. Где дырочки образуются, то галстучные вот такие. Здесь связывается вот так вот. Завязываем, как галстук. Танчин завязывали, раз дырочку. Плетут маскировочные сети и ежедневно молятся военнослужащих, прихожане храма. В честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость в Сургуте. Православные не смогли остаться в стороне. Помогают бойцам, чем могут. Также собираем гуманитарную помощь. Это и продукты, это и вещи, и все необходимое. То, что просят. Свечи льем, самодельные свечи с концернных банок собираем. И делаем эти свечи. Не для освещения, а для приготовления пищи. Только совместными усилиями можно преодолеть любые невзгоды. Тем более сейчас идут военные действия. Наши прихожане участвуют. Конкретно наш сторож воюет в танковых войсках. Валентина Штефан – мать бойца с позывным «Север» из батальона Сибири. За плетением отвлекается от переживаний. Маскировочные сети сейчас очень востребованы у военнослужащих. Об этом написал ей сын. Они на квадрокоптерах, как разведчики они летают, как аммикации. И вот чтобы машины накрывать, тоже им нужны такие сети. Ну я и ему, и всем, кто там находится. Всем абсолютно. И ПТРщикам, и танкистам, и нашим, которые на машине будут ездить. Основа из обычной рыбацкой сети. Тем прихожане научились кроить ее экономно, по клеточкам, чтобы не оставалось никаких отходов. Подобрали оптимальную толщину нити. Так вес получается всего около двух килограммов. Материал, конечно, он прочный. Он тянется хорошо и держится. И вот это 1,8. Мы специально заказывали толщину нити. 1,8. Потому что это самое как-то оптимальное. Если сделать больше двух, она будет тяжелая сеть. Сами нарезают ткани на станке и вплетают ленты. Желающих помочь среди прихожан храма становится все больше. На сегодняшний день мы уже не впервой принимаем помощь от храма. С начала этого года было уже собрано более 60 маскировочных сетей. Запрос исходит лично от военнослужащих. Перед передачей груза в гуманитарный добровольческий корпус. Их обязательно освещают. Покрепление воды все освященное. Во имя Отца и Сына, Святого Буха, Аминь. Теперь эти маскировочные сети обладают особенной защитной силой. В этом уверены прихожане храма. Светлана Круковская, Рашид Латыпов. Вести Югория, Сыргут. Светлана Круковская, Рашид Латыпов.